В эфире телеканала Самара Гиз, при своем мнении Инга Пеннер, здравствуйте. За мусор ответят. Нелегальные свалки, бичи российских мегаполисов Самара, увы, не исключение. Несмотря на то, что за два последних года число свалок сократилось в два раза, вывезли, только вдумайтесь в эту цифру, почти 46,5 тысяч кубометров отходов, проблему кардинально это пока не решило. Окраины города по-прежнему родуют не меньше сотни накоплений, особенно зловонных в нынешнюю аномальную жару, когда отходы разлагаются, отравляя воздух. На ликвидацию свалок тратят бюджетные деньги, только в прошлом году 12 миллионов рублей, но вместо старых городских язв появляются новые, и нарушителей меньше не становится. Так кто же в этом виноват и есть ли выход? Что, думаешь, что он внимание обратил? На машину, что ли? Ну, елишь ты, елишь. Он направо уходит. Ну, пошли за ним. По московскому шоссе в сторону мехзавода едет груженный мусором КАМАЗ и не подозревает, что он давно на мушке. Здесь неподалеку процветает стихийная свалка, так что намерения водителя очевидны. Но чтобы это доказать, сотрудники района административной комиссии действуют как заправские сыщики. Сначала слежка, потом засада. Увидит нас? Не увидит. Так, он сбрасывает мусор, поднимает кузов. И, наконец, погоня. Все, идем. Стой, 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 стой. Из кабины выйдете? Администрация Кировского района. Эти слова на нарушителей оказывают магическое действие. Кто-то тут же перестает понимать русскую речь. А имя, чужан, мэм, чужан. Эту кучу вот тут сбросил. У кого-то мгновенно глохнет машина, которую хотели отправить на штрафстоянку. Кто-то уверяет, что ехал к себе на дачный участок и вез не мусор, а чистейший чернозем. Ну а самая изворотливая находит тысячу и одну причину, почему этот душный вечер они решили провести на свалке. С какой целью прибыли сюда? Я этого, вот этот бетон хотел грузить. У вас машина загруженная? Груженная, немножко груженная. Я сюда ничего не валил. Вы мне скажите, вы где загрузили? Сейчас КАМАЗ загруженный вот у вас стоит. У нас другая груза. Где? Где? Да, что? Где? Адрес какой? Адрес? Какой адрес? Адрес, да, где загружали? Ну вот там, не знаю, адрес точно есть. Вот поэтому так важно фиксировать на камеру весь процесс от привоза мусора до его выгрузки. В противном случае доказать правонарушение не удастся. Водители лишь профилактически пожурят и отпустят, говорит автор видео, глава административной комиссии Алексей Распопов. Он давно изучил все повадки нарушителей. Прежде чем зайти сюда, и выставляется человек какой-то, он смотрит, присутствует здесь кто-то или нет. То есть разведка такая, боем, да? Да, конечно. Если человек присутствует, вот как я сейчас, допустим, одет, да, прилично одет и нахожусь в этом месте, ну, соответственно, могут предполагать, что здесь не надо, не стоит сегодня заезжать сюда. Как правило, водитель останавливаешь, у него на руках даже договора нет. Автомобиль, как правило, принадлежит ему, или он взял в аренду попользоваться. Трудно доказать, что физическое лицо подчастно к этому. И неудивительно, закон 115-й Самарской области для юрлиц весьма суров. Штраф до 250 тысяч рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. И в то же время по отношению к гражданам весьма лоялен. Санкции до 2 тысяч вряд ли способны кого-то напугать. Учитывая, что все прекрасно понимают, что мусор этот сюда привезли, ну, конечно же, не частники. Части есть от дачников, конечно, здесь, но в основном это строительный мусор. 13-й и 14-й год, вот прям непосредственно, я видел здесь новое образование. Постоянно, как не заеду, то есть я уже отслеживаю, я же снимаю здесь на свою камеру. На память я, в принципе, помню, какая здесь, какой мусор уже был, какой новый образовался. Таких свалок, как это в районе улиц Карломаркса и Ракитовское шоссе, в Кировском районе еще порядка 12. Где-то постоянные патрули уже спугнули нарушителей, а где-то, как на улице Демократической, рядом с СНТ дачница, все же регулярно возят на свой страх и риск. С прошлого года я начал делать объезды, когда, да, вот именно вот в этом месте, где мы с вами стоим, здесь был большой склон. То есть надо понимать, какую массу сюда строительного мусора, грунта, отходов производства завезли. Ну и что продолжается здесь? Раньше вот здесь была еще одна сквозная дорога, демократическая. Ну ее, как видите, завалили. Силами администрации был составлен, поставлен там блок. В принципе, дорога все это вот, стала перекрытой, ее не трогали. А вот с этой стороны эту дорогу постоянно открывают техникой. Техника подходит, убирает в сторону, завозит КАМАЗы с мусором строительным, сгружает все это быстро и уезжает. Они оснащены и технически, у них есть и грузовой транспорт, и трактора, и погрузчики. Они раскапывали, мы опять закапывали. Вот такая вот постоянная борьба. Географически мы расположены на окраине, поэтому организации даже и машины, которые удавалось нам задерживать, везли мусор там из центра, из других локальных точек Самары, непосредственно в наш Кировский район. В общем, вам больше всех достается. Да, да. Удобно, да. В непогоду, в принципе, да, можно легко проехать. До недавнего времени этот участок Смышляевского шоссе был настоящим раем для нелегальных мусорных извозчиков. Местечко достаточно глухое, но при этом есть приличная асфальтовая дорога, окруженная посадкой. Вали не хочу. Но с февраля, когда здесь установили КПП и шлагбаум, картина изменилась. Хотя поначалу камазисты еще сюда по привычке заворачивали, но натыкались на и преступную честность охранника дяди Саши. Ну, первое время, что, подъедут, проехать, и что, с мусором нельзя, ну, как-нибудь, здесь скраю, что-нибудь. С вами не пытаются договориться, чтобы вы открыли шлагбаум? И на пиво, и на водку. Но вы не поддаетесь? Я 10 лет не пью уже. В любом случае, нужен контроль и проверка, проходят ли здесь камазы, насколько сотрудники ЧОПа тщательно контролируют проезд. Мы устанавливаем машину где-нибудь здесь недалеко и просто какое-то время наблюдаем, насколько, как бы сказать, они ответственно исполняют свои обязанности. КПП работает в круглосуточном режиме и оснащено тревожной кнопкой. В случае конфликта на подмогу дяди Саши в считанные минуты приезжают другие ЧОПовцы. Таких шлагбаумов только в одном Кировском районе установили пять штук. По всему городу стали вешать и видеокамеры, и фотоловушки. Где-то они работают мобильно, где-то стационарно. Эффекты в том и другом случае уже есть. В этих местах свалки перестали пополняться. Теперь осталось вывезти все, что копилось годами. Где-то это удается сделать за счет кошелька нарушителей, как часть свалки на том же Смышляевском шоссе, где среди прочего строительного мусора были найдены неопровержимые улики. На этих двух участках были найдены документы, благодаря которым удалось выйти на организации, где производился ремонт. Обобщаясь с ними, они быстро согласились на то, чтобы устранить данные правонарушения. Ну, им тоже свой престиж, не хота подрывать. Поймать фактически за руку нарушителей удалось и в Орловом овраге. Это некогда живописнейшее местечко в Красноглинском районе, отданное многодетным семьям под строительство домов, превратилось в свалку. Оценить ее масштабы приехала комиссия и будущие новоселы, которые от мечты поселиться здесь отказываться не хотят. Вы сами к какому варианту встанетесь? Вот инициативная группа, мнение собственников строится здесь, да? Конечно. Мы хотели бы расшириться и жить в своих домах, вот на этой территории. И для этого нам необходима помощь ваши приехали. Это уже большой плюс, что мы вообще здесь все собрались. Хотя бы смотрели воочию. Я думаю, в любом случае, значит, значительная часть вот этого грунта, она связана со строительством и Икея, крупнейшего торгового центра, да, и все площадь, как говорится, Чиваш, наверное, здесь грунт есть. Однозначно. Поэтому давайте мы, наверное, сядем за стол, так сказать, переговорим, посмотрим, и вот на таких совместных поехать, подумаем, как нам эту ситуацию разрешить. Мы сейчас же прокладываем дорогу, соединяем нашу 15-ю очередь с 14-й, и там... В отсыпку это взять. Да, там мы их заберем. Ликвидировать полностью свалку, считает Олег Фурсов, удастся года за полтора. При жестком, разумеется, контроле, которого, уверен глава администрации Самары, здесь, в Орловом Мавраге, уж точно не хватало. Такое стало возможно при отсутствии, во-первых, контроля со стороны структур, которые должны за это отвечать, и, во-вторых, стало возможно при отсутствии должного мониторинга. Я думаю, что в ближайшее время мы эту ситуацию будем принципиальным образом менять. О том, что война с несанкционированными свалками будет напоминать борьбу с ветряными мельницами, если не поменять подход, Олег Фурсов дал подчиненным четко понять еще в конце мая. На том памятном для чиновников совещания были озвучены цифры, которые совсем не впечатлили главу администрации Самары. За год нарушители оштрафовали всего на 101 тысячу рублей. И это при том, что рейдов сотрудники департамента благоустройства провели 700, а на ликвидацию свалок потрачены миллионы. Земля должна гореть под ногами этих людей. За счет бюджета, который формируют за счет налоговых горожан, значит, мы это все вывозим. Нас прокуратура за это наказывает. Вместо того, чтобы эти 12 миллионов рублей направить на ремонт какого-то участка дороги на Ракитовском шоссе, мы вынуждены, значит, фактически обеспечивать благосостояние этим людям. Ловить нарушителей нужно сообща, считает Олег Фурсов. ГИБДД, природоохранная прокуратура, фискальные органы должны работать одной командой. Пойманного с поличным мусорного нелегала проверять, что называется, по программе максимум от разрешения на работу и налоговых долгов до наличия самого факта гражданства. Силовые ведомства на этот призыв уже отреагировали. В ГИБДД заявили, что готовы работать по принципу плана перехват, когда от одного поста к другому передается информация о маршруте потенциального нарушителя. При контроле с дорожным движением сотрудник, осуществляющий работу, он прекрасно видит, что везет машина, то есть можно скрыть контроль на линии, то есть остановив транспортное средство, визуально осмотреть груз. Соответственно, если это какие-либо отходы, посмотреть, прилагающиеся к этому документацию. Мы можем установить участника, то есть можно так сказать, незаконного сброса мусора, предоставить его как в Департамент благоустройства, так и участковому полномочному, то есть найти виновный то должностное лицо, которое осуществляет данную загрузку этого транспортного средства без предоставления конкретных ему документов на выгрузку на свалку, то есть зная уже заранее тем, что неизвестно, куда будет сбросен мусор. То есть и работа вот с этой категорией то есть должностных, либо юридических лиц, которые вот это все переводят, этот груз отхода переводят, можно более упорядочить, то есть весь этот процесс. Еще одна действенная мера бить по кошельку, и если штрафы на физлиц пока скромны, есть еще такое понятие, как возмещение ущерба, нанесенного окружающей среде. Он может исчисляться сотнями тысяч. Здесь нужно понимать, что сам факт наложения административного взыскания и ущерб – это две разные вещи, две разные процедуры, и, так скажем, одно от другого практически никаким образом не зависит. Только лишь в том, что за одно и то же право нарушения он и оплачивает штраф, и оплачивает ущерб. Совершенно недавно у нас после уже проведенного совещания в администрации города уже последний ущерб, о котором мы говорили, они направили его в суд – это более 100 тысяч рублей за вот такую вот машину. Поэтому это достаточно действенные меры. Я бы хотел здесь, на самом деле, выделить три города. Это Самара, Тольятти и Новокубишес, которые ведут действительно такую борьбу с несанкционированными свалками. И она – действенная борьба. У них получается. Они предлагают достаточно интересные механизмы, способы борьбы. Резонанс идет однозначно, в том числе с помощью средств массовой информации. Это везде озвучивается, и это дает, еще раз говорю, результаты. Для усиления резонанса сотрудники Департамента благоустройства, рассказывает заместитель главы ведомства Андрей Христов, уже подготовили 14 материалов для отправки в суд. В каждом речь идет о возмещении ущерба. Для начала нарушителям предложили самим раскошелиться, так сказать, добровольно-принудительно. К сожалению, никто добровольно эти средства не вносит. Сумма там на порядок больше. То есть это колеблется от 30 до 150 тысяч на физическое лицо. В зависимости от класса опасности, отхода, от места размещения отхода. И на сегодня мы с министерством отрабатываем практику подачи исковых требований в суд, чтобы в принудительном порядке возместить с нарушителей вред окружающей среде. Все возможности для того, чтобы отходы принять от городского округа Самары, есть. Это четыре полигона и мусоропилучная станция. Мусоросортировочная станция, работающая по европейским принципам, появилась в Самаре 4 года назад. Станки немецкие, и отбор мусора идет вручную. Атмосфера на предприятии, особенно в такую жару, далека от благоухающей. Но его директор Андрей Мантуров говорит, давно привык. У каждой профессии запах особый. Достаточно интересно. То есть уже с течением времени воспринимаешь мусор как-то что-то инородное. То есть мусор такой же сырье, с чем надо и работать. И делать на этом деньги, которые в отличие от отходов, отравляющих природу, не пахнут. Правда, пока этот проект больше социальный, чем коммерческий, датируется государством. Еще не все бизнесмены научились цивилизованно расставаться с отходами. Тот же строительный мусор, что заполонил нелегальные свалки Самары, вполне мог бы получить вторую жизнь. Тем более, что здесь, на мусоросортировочной станции, готовы в любой момент подстроиться под новые заказы. Мы на все готовы. Мы на все готовы. Мы можем перестроиться под круглосуточный режим. Мы можем нарастить сейчас объем принимаемых отходов в три раза. Возможно, работы у этой сортировочной станции впрямь прибавятся. Расценки на прием мусора невысокие. Если с одной стороны повысят штрафы, а это сегодня активно обсуждают в ГУБДОМе, а с другой нарушители будут понимать, что от наказания им не уйти, более того, их проверят и налоговики, и полиция, и прокуратура, что называется от и до, то желающих рискнуть станет заметно меньше. Ставлю в этой теме традиционное многоточие. Ну а программа при своем мнении уходит на месяц в отпуск, чего и вам желает. Звоните, пишите, жалуйтесь. Удачи вам. Увидимся.